Привет! Хочу вам показать, где на самом деле в нашем городе есть большие и каменные дома. Это Департмент, Департмент Софшал Секьюрити Офис, там, где я сейчас нахожусь. Смотрите, какие здесь дома. Вот это настоящие дома, уже совсем не такие, смотрите, с колоннами. Вот с такими вот красивыми фонтанами. Вот, видите? Красотень, красотища. Неимоверная красота. Я всегда когда-то приехала, я уже приезжаю второй раз, и я всё время это место не могу узнать. Потому что это так необычно, что здесь настоящие каменные дома. Сейчас вам развернусь, покажу вот этот вот билдинг. Чё я сюда ходила? Вопрос, да? Хотите спросить? А, вот видите, я сейчас спросила. Вот, смотрите, здесь башенка с часами. Красота. Приятное такое место. Часами, видите? Большой паркинг. Очень большой. Я машину прямо там, за тем билдингом поставила. Вот там дальше, туда дальше поставила. Вот. Смотрите, какая природа. Всё ухожено, красиво сделано. Приятно, приятно, короче, находиться. И я вам хочу сказать, одни положительные эмоции от того, что я живу здесь, в этом штате, в штате Вашингтон. Очень много заботится о людях. Очень много информации, как получить помощь в экстренном случае, как получить и поддержку, и материальную тоже. И даже если вы не инвалид и не пенсионер. Вот, смотрите. Красота какая. Ох. Вот, всё вот это надо. Придумали сумки с этой липучками. Зацепляет мою кофту сумку. Ну что, идём назад. Приятно здесь, конечно, постоять и погулять. Подруги мои насоветовали мне, что, Оля, пока ты учишься, и не имеешь возможности работать на постоянный рабочий день. То есть на полный рабочий день, ты можешь обратиться в департамент, и тебе окажут помощь. Ну, получаю теперь, значит, на еду дали мне карточку. Первый же самый день, как я пришла оформлять это всё. Можете себе представить. Первый же день. Потом, значит, вот сейчас уже приехала я второй раз, потому что им понадобилось подтверждение о том, что я действительно имею льготы для того, чтобы получать где-то пособие на еду. Ну, хотя можно, конечно, и не оформлять, ездить в футбанк. Я вам показывала, сколько раз в футбанк, что там всё классно. И в футбанке тоже можно вполне брать всё. Остановка, смотрите, обратите внимание, автобусная. Прямо рядом с департаментом. Вот видите, это всё такое здоровое. Всё такое огромное и большое. Это я всё иду. Даже не вокруг, я даже не знаю. Тут несколько зданий. И с этой стороны парковка, и с этой стороны парковка. Так, машинка моя стоит. Я, конечно, отъехала сюда 23 минуты от своего дома. Вот утром позанималась английским. У нас был, значит, Talking Times. Ну, разговорная речь. Просто мы болтали с девочками, с теми, которыми учимся на всякие темы. Ну, семьи, там, учёбы, домашнего задания. Ну, в общем, сделали нам такую поблажку. Моя-моя. Моя красотка. Вот. Вот-вот-вот. Вот. Это всё. Этот департамент. Можете себе представить, как всё круто сделано. Ну, пока-пока. Люблю, целую вас. Друзья, если у вас будет получаться приехать сюда, в Америку, приезжайте в этот штат. Вы не пожалеете. И погода, и природа, и многое, что можно получить. И помогают. И выучиться. И всё, короче говоря. Ещё последнее я вам желаю здоровья. Мирного неба над головой. И если я мало выпускаю видео, значит, я не считаю нужным что-то интересное. Интересного в моей жизни, в принципе, ничего такого особо не происходит. Поэтому, друзья, я против войны. Не хочу, чтобы люди умирали. В моём городе я жила в Николаеве. Уехала в Америку из Николаева. С пригорода Николаева. А в городе в самом людей просто ракетами убивают на остановке. Поэтому, люди, ну, прилагайте все усилия. Прилагайте. Конечно, кому некуда деваться, но те, кто может сейчас выехать, выезжайте. Потому что после войны вы всегда сможете вернуться. И всегда сможете жить в своих квартирах и домах. Всё. Люблю, целую и обнимаю вас. Пока-пока.